Решили масло попробовать сделать. Масло не как мы делали, собирали сливки вручную. Мы прям купили 3 литра сливок, сливки поставили в мультиварку. Правда сейчас я не знаю сколько времени надо точно, поэтому я поставил сначала 45 минут, вот 6 минут осталось на 70 градусов. Пока у нас тут имеем мы 45-46 градусов, понятно, что придется добавить. И минут хотя бы 10 на 70 градусах постоят сливочки. И оправим их в ночь остывать, а завтра утром в принципе можно будет поставить, мне кажется, на взбивание. И посмотрим, сколько у нас получится масла из 3 литров сливок, которые отобрали сепараторами. что руками когда собираешь, ты же не знаешь какая жирность, как получится, так и получится. Тот с молоком зацепил, то без молока. Так что вот у нас такой эксперимент, посмотрим, что получится. Продолжаем делать масло. Продолжаем делать масло. За ночь у нас остыло все. За ночь у нас остыло все. Сливки выливаем. Куда? В чашу. В чашу для взбивания. Перевожу в чашу для взбивания. И будем взбивать. Не менее часа. Останем взбивать, скорее всего, больше, чем час. Никогда за час не взбивайте, мне кажется, да? Да больше времени надо. Зависит еще от сливок от самих. Да. Жидкий будет долго взбиваться. Все. Ну вот, из трех литров сливок получилось вот такое вот масло. Вот это, я понимаю, масло. Видите, какое тугое, плотное. Очень хорошее масло. Сейчас будем скатывать все это в комочки, взвешивать и скажем вам выход. Все. Ну, вообще, выход, конечно, очень неплохой получился у нас. Вот в эти шарики скатали в пакетики. Сейчас сбросим на ноль весы. И загрузим. Значит, у нас было 3 литра сливок. Ну, правда, конечно, сестра, как всегда, в трехлитровую банку по голышкой их наливает, что молоко, что сливки. Но это сливки именно из-под сепаратора. То есть, это прям жирные сливки. Это не то, что мы когда сыр делали, ложечкой собирали, вместе там с молоком попадалось. Это жирные сливки. Итого, вот, кило 913 у нас получилось. Очень неплохо, я считаю. Блинчики делаю. Причем, блинчики на сыворотке. Вот такая красота. Целый день сегодня у плиты, можно так сказать. Попробую левой рукой. Опа. Красота. Ну, еще сегодня картошку жарила, гречаники тоже потушила, картошку, что мои не доели, поместила в одну сковородку. Сейчас это остынет и в холодильник отправлю. Я тебе просто показываю. Вот смотрите, как мы красим машину. Да. Ну, ты иди, крась, а я тебя буду снимать. Как мы делаем? Так, вот. Ваня баллон берет, только давай потрясем его. Вот, сильно-сильно. И надо машинку повернуть. Короче, вот мы поставили такую конструкцию, сделали машинку сюда поставили, облепили ее малярным скотчем, переворачиваем, поворачиваем, а Ваня ее красит. Ну, давай, я тебе буду помогать. Нажимать. Давай. Вот, вот, все. Да, Ваня у нас в респираторе, чтобы не надышаться. Ну, в общем, вот так вот мы красим свою машинку. Все. Да. Немножечко она подсохнет. А, надо еще колеса покрасить. Да. Сейчас подождем немножечко, потом еще покрасим. Друзья, вот мы красили машинку тенью. когда мы красили вот это все, мы забыли крышу покрасить, но она красная. Ну, мы сейчас подождем, чтобы она немного подсохла. Да. И еще покрасим. Да. Да. И Ваня, вот, покажи, какой у тебя респиратор. Вот такой у меня респиратор. Да. Чтобы не залетало туда ничего такого плохого. Да. И вот у нас краска такая. Красная? Да. Это газель? Газель будет у нас теперь красная. Была черная, будет красная. Скажи. Да, раньше тоже такая же, тоже такой же цвета была. Ну, да. Пожарная. Но это все равно пожарная. Ну, да. Ну, в общем, когда все перекрасим, тогда еще покажем, друзья. Вышли все ко двору. Папа учит Ваню кататься на новом велосипеде. Первый теплый день после вот холодных дней. Не хотелось даже снимать. Вообще ничего делать не хотелось. Еще вот у нас это дистанционное обучение. Очень нервно. Я лично на него реагирую, потому что очень тяжело, непривычно. Прям вообще как-то напряженно. Устаешь еще больше, чем вот на очном уроке. Наверное, потому что новое, что-то новое. Тяжело. Слышала воздухом подышать. Посмотрите, мальтишки занимаются. Надо выходить на уборку. Ветром надуло очень много мусора. Надо выходить, все собирать, убирать опять. Можно грабли смело уже начинать брать. Я думаю, уже все тяпло. Основательно пришло. Видите, сколько мусора. Надо все пройти, собрать. Я так смело к пчелкам подошла. А они трудятся, трудятся, трудятся. Нам подать, что-то идти. Она никакие. Стараются, стараются. Друзья мои, на курином бульоне сварила гороховый суп. Здесь у меня лук, морковь, картошка, ну, само собой, горох. Добавила вот уже лавровый лист, специи. Очень душистый, очень вкусный суп. Адыгейская соль здесь. Решила никаких копченостей не добавлять. Все-таки хочу, чтобы ребенок тоже ел этот суп. Пережарки не делаю. Получается очень вкусно. Очень. Мяса много. Давно прям мы не ели гороховый суп. Прям мил дел. Супер. Зарубили 4 петушка. Это перепелочки. Вот так вот они выглядят после первичной обработки. Потрошенные. А сейчас я их буду полить. И посмотрите, паленые, они будут выглядеть гораздо симпатичнее. и запах такой приятный пойдет. Мясо перепелино-диетическое. Очень вкусно. Тем более наши петушки, они бройлерная порода. Они получаются в два раза крупнее обычных. Так что сейчас буду полить. Ну, так вот теперь они выглядят. Скажем так, товарный вид у них. Кстати говоря, есть такой вид мошенничества. Значит, некоторые товарищи под видом домашних деревенских кур продают обычных кур, которые покупают в каких-нибудь гипермаркетах там по цене 100-120 рублей за килограмм, приезжают домой, обтирают их, палят. Они становятся красивые, яркие, желтые и везут их продавать под видом деревенских домашних кур. Поэтому будьте аккуратней, уважаемые товарищи. Не надо быть сильно доверчивыми. Люди делают на вас бизнес свой. То есть, если вы купили подобную курицу, она у вас через полчаса сварилась, мягкая и вкусная, знайте, 100% что это магазинная курица. Домашняя бройлерная курица, мясо гораздо жестче, вкус у нее совершенно другой, запах тоже совершенно другой, она более насыщенная. Ну, я не знаю, как-то другие курицы домашние, даже бройлерные совсем другие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова